В этом году всеми любимая Масленица начинается 16 февраля. Первый день веселого праздника называют «Встреча». В этот день из соломы делают куклу-чучело, наряжают ее, ставят на снежной горе, где начиналось катание на санях. Катание с гор – это не просто забава, а старинный обряд, ведь считалось, что у того, кто больше раз с горы скатится, и лен выше будет. Вторник – заигрыш. С этого дня начинаются народные гуляния, разного рода развлечения. Строятся снежные и ледяные крепости, люди катаются на санях, поют песни и частушки. Есть поверье – если в волю не потешишься на Масленицу, значит жить в горькой беде. В среду зятя приходят на блины к тещам, ведь не зря этот день называется «Лакомка». А что касается четверга, то он известен в праздничные дни, как день разгула – самый веселый день. Возят чучело на колесе, катаются, поют песни. Пятница – тещины вечерки. Теперь уж зять тещу к себе приглашает и, угощая гостей, приговаривает. «Пейте, люди добрые, чтобы у моей тещи в горле не пересыхало» – это тонкий намек на излишнюю говорливость тещи. В субботу проходят заловкины посиделки. Невестка дарит заловкам подарки и зовет вместе с роднёй мужа своих незамужних подруг. Также в этот день сжигают чучело Масленицы и окончательно прощаются с зимой. Пепел развеивают по полю, чтобы был хороший урожай. Последний день Масленицы называют «прощённое воскресенье». В этот день родственники и друзья ходят друг к другу в гости и просят прощения за умышленные или случайные обиды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова